В прошлый раз мы остановились на том, что установили сервер BIND и основной файл конфигурации его подредактировали, указав по какой сетевой карточке он прослушивает запросы и куда перенаправляет те запросы, которые он сам разрешить не может. Сейчас создадим две зоны прямого просмотра и обратного просмотра и проверим, как BIND справится с ним. Мы с вами уже были в основной папке, в которой находится у нас конфигурация BIND, это ETCBIND. И здесь у нас мы с вами уже меняли файл, который настраивает основные параметры BIND. Это файл у нас named.conf.options. Мы сейчас же возьмем и отсюда скопируем две зоны. Здесь есть пример зон, это файлы db.local, это такая база данных по умолчанию, из нее можно сделать все, что угодно. Мы сейчас из нее сделаем зону прямого просмотра. Мы можем сохранить зону прямого просмотра в принципе где угодно, это будет файлик настраиваемый такой, но по-хорошему нам нужно, конечно, ее положить в каталог для изменяемых файлов в папку var. То есть я сейчас скажу команду SuperUser.do, cp, скопируй. Значит отсюда файл вот этот вот db.local по пути var lib bind и назовем его допустим forward.bind. Вот так вот. И давайте сразу отредактируем этот файл. У меня уже половина кода набрана, поэтому я скажу SuperUser.do текстовым редактором. Откроем этот файл. Значит, вот он файл по умолчанию, это пример того, как должна выглядеть зона. Здесь несколько видов записей. Так как у нас сейчас с вами не особенно теоретическое занятие, я не буду вам рассказывать подробно, что это такое. Когда мы дойдем до этого влпики, я расскажу поподробнее. Те, которые администрируют Windows, они уже могут представлять себе, что такое вообще зоны, настройки зоны. Значит, наверху у нас указываются общие настройки зоны. В частности, вот у нас здесь есть TTL наверху. Это time to leave. Этот параметр указывается для всех записей в этой зоне. Time to leave – это время, сколько информация о записи в этой зоне будет храниться на кэше. То есть, если клиент у нас запросит с этого DNS сервера какую-то информацию, она будет лежать в кэше. И через время, которое определяется вот этим TTL, она из кэша удалится как уже неактуальная. Значение указывается в секундах. То есть, вот это вот 600, 4, 800 – это 7 дней, если я не ошибаюсь. Значит, дальше у нас есть с вами запись первая. Значит, in – вот этот вот in – это тип записи, ну, тип узлов, тип всего вообще. Не могу я вам так конкретно сейчас сказать, но in – это интернет. В общем, чаще всего у нас используется in. Есть еще парочка видов записи, не помню сейчас какие, они используются очень редко. То есть, мы указываем то, что это зона интернет. Это запись вида SOA, Service of Authority, по-моему, она так называется. Значит, она говорит нам о том, кто у нас является ответственным за эту зону и параметры этой зоны. Значит, у нас с вами сервер называется, если я не ошибаюсь, UBSRV. Ох, что, как некрасиво получилось. Добавить SOA. UBSRV. lab.loco. И в конце обязательно надо поставить точку. И тут еще раз. Root. Root – корень. UBSRV. Я просто, если я вам буду долго рассказывать про вот это вот SOA, это затянется минут на 15. А у нас все-таки практически плейлист, я показываю, как и что делать. То есть, я указываю имя сервера, который за это все отвечает. В конце не забываю поставить точку. Точку у нас как корень самый высшего уровня. И затем пишу root, точка, и опять имя сервера полностью. Дальше. Serial – это серийный номер зоны. Он будет изменяться каждый раз, когда зона будет обновляться. Это нужно, если у нас за эту зону отвечает несколько серверов. То есть, за зону у нас по умолчанию отвечает один сервер. Для этого сервера это будет основная первичная зона. Но где-то на другом DNS сервере она может быть указана как дополнительная. Если мы другому DNS серверу доверим тоже какую-то информацию об этой зоне и заверим, как это управлять этой зоной. Тогда тот сервер, у которого вот этот сериал номер будет выше, будет считаться приоритетным. И он будет обновлять те сервера, свои партнеры, на которых тоже эта зона есть. То есть, просто серийный номер зоны. Далее интервал у нас обновления. Это как часто соседний сервер будет пытаться обновлять информацию с этого. Далее интервал, как нужно, через какое время повторить попытку обновления, если предыдущая попытка обновления была неудачной. Expire это срок годности зоны, вы видите, у нас здесь указан большой такой срок годности зоны. И у нас есть еще минимальный TTL, это сколько минимум у нас должен храниться в кэше наш пакет для того, как он может быть удален. Я вам, наверное, по всем этим параметрам дам ссылочку на какой-нибудь мунал, чтобы вы могли подробнее почитать. Я здесь ничего не меняю, у нас опять же задача сугубо практическая. Это минимальная задача, мы не разворачиваем какие-то глобальные сервера, которые будут видны в интернете. Поэтому я вам быстро показываю, что нам нужно сделать. Значит, следующая запись вида NS. NS это name server, тот сервер, DNS server, который отвечает за эту зону. Опять же, это мы. UB, SRV, Lab, Local. А да, у вас может возникнуть вопрос, сразу я сказал, вот этот. Expire, чем отличается от общего TTL? Значит, expire, это через какое время информация, содержащаяся в данной зоне, будет считаться недействительной на партнере, если этот партнер не связывался с основным DNS сервером. То есть, в принципе, эти все вот параметры, refresh, return, expire, serial, negative cache, TTL, это если у вас несколько DNS серверов, которые отвечают за эту зону. Значит, далее запись вида А, узел А, это запись, которая задает соответствие имени компьютера айпишнику. То есть, в данном случае у нас с вами уже есть наш УБСРВ, надо просто сказать, какой у него айпишник. 122, 168, 0, 1. Именно поэтому это называется зона прямого просмотра. Имя айпишник. Такие записи. Узел вида, запись вида вот этот вот ААА, это для IP протокола версии 6. А, соответственно, для IP протокола версии 4. Нам, опять же, это все не нужно. Мы создадим сейчас еще одну, просто чтобы попроверять. Значит, мы скажем то, что у нас еще есть некий компьютер-тест. Просто представим, что он есть. Тоже интернет. Тип записи, узел А. И у него будет айпишник, допустим, 192, 168, 0, 111. Вот так вот выглядит наша первая зона, зона прямого просмотра. Мы в следующем видео настроим DHCP-сервер, который будет сюда дописывать информацию. Если он будет выдавать кому-то айпишник, у нас сразу же здесь будет появляться эта информация. А мы сейчас просто создали тестовый узел вручную. Так здесь, само собой, это все должно появляться в автоматическом виде. Сохраняю. И теперь нам нужно еще с вами сделать запись в зону обратного просмотра. Зона обратного просмотра содержит у нас информацию не как здесь вида имя айпишник, а наоборот айпишник имя. DNS не может в обратном порядке читать свою базу, поэтому нам нужно иметь две зоны. Зона прямого просмотра и зона обратного просмотра. Вообще все прекрасно, конечно, работает и без зоны обратного просмотра. Обычно даже винда у нас, когда по умолчанию мы настраиваем DNS-сервер, она зону обратного просмотра не создает. Но мы с вами создадим, бывает это иногда удобно и полезно. Я опять же скопирую тогда Вот этот вот файлик Который мы только что с вами редактировали ЦП В туда же рядом Вар, лип, бинт Назову ее реверс Зона обратного просмотра Опять же не важно как вы ее называете И где она будет лежать у вас Но мы с вами сделаем так чтобы было красиво Скопировали И теперь мы ее можем открывать и редактировать При помощи текстового редактора Ну или при помощи любого текстового редактора Который вам больше нравится Почему я уже скопировал готовый Потому что у нас у зоны обратного просмотра В принципе все те же самые параметры По DNS и VRAM По всему нам только нужно поменять здесь Тип Ну поменять указатель Значит нам нужно сказать то что у нас во-первых Теперь это будет не узел А узлы А есть в зоне прямого просмотра В зоне обратного просмотра Есть вид записи PTR Пойнтер указатель И мы должны сказать то что IPшник 168.01 Мы здесь указываем только последнюю Цифру Ну то есть собственно адрес Мы указываем те цифры Которые относятся к адресу компьютера А не к адресу сети И говорим то что IPшник вот этот вот 1 Это у нас как раз таки UBSRV.lab.local Ну и давайте поудаляем наверное Вот эти записи Они нам не нужны Так вот здесь вот надо поставить конечно точку Про точку очень часто я забываю И у нас из-за этого могут быть ошибки появиться Но я надеюсь то что не появится И еще один узел 111 Мы же с вами создали еще IPшник 111 В зоне прямого просмотра Тоже IN Тоже PTR Но ведет он на компьютер Test.lab.local В прошлый раз очень хороший вопрос задал слушатель Почему я домены называю .local Я ему там в комментариях ответил Вопрос действительно актуальный Вот так вот сделали мы 2 зоны И теперь нам нужно где-то DNS серверу сказать о том Что эти зоны у него теперь есть У нас для этого есть отдельный файл Который называется name.conf.local Мы name.conf.options уже меняли Теперь мы меняем name.conf.local И здесь мы можем добавлять все что угодно Нам много добавлять на данном этапе не нужно Мы ему скажем то что у нас есть с вами Прямо вот здесь вот наверное скажем Зона Lab.local У нас есть с вами Открываем фигурную скобку Слэш Тип зоны Мастер Ну то есть этот сервер отвечает за эту зону Это для него не secondary Это главный сервер Значит файл где лежит информация о зоне Var Lib Главное не опечататься Надо было скопировать Bint Forward Bint Ну если я печатаю и заодно разберемся где у нас логи смотрятся Как будем смотреть как исправить проблему И закрываем фигурную скобку И точно так же говорим что у нас есть зона обратного просмотра Которая у нас Вот здесь вот уже имя важно Потому что здесь в имени указывается наша сеть 0 Задом наперед указывается 168 192 Это запись вообще историческая Она еще от Arpaneta шла Arpaneta In Adr С которого начинался интернет Arpa Я все время ошибаюсь и пишу APRA Потому что мне APRA легче читается Я почему-то когда-то запомнил что не ARPANET А APRANET Из-за этого все время косяки Тип Точно так же у нас этот сервер отвечает за эту зону Это основная зона на нем Никакая не дополнительная Не заглушка Файл Точно там же Var Lib Bint Reverse Bint И закрываем фигурную скобку В принципе этого нам по идее с вами достаточно Сохраняю изменения Говорю SuperUserDo Service Bint9 Restart Если у меня будут ошибки У меня уже сразу Когда я посмотрю сейчас статус Служба повалится В данном случае Он нам показывает То что у нас зона активна Но видите Вон появилась ошибочка То что у нас В зоне нашей Обычной LabLocal Не в обратной зоне В зоне прямого просмотра У нас с вами не указан Адрес для ААААА Давайте глянем Что я там мог накосячить Что там у нас не указано Для АААА Написано то что Зона видите не загружена Из-за ошибок Откроем ее Посмотрим в чем это может быть дело А дело в том что я забыл Делать запись вида А Для нашего сервера Ubuntu SRV Он видит Видите запись А Для Name сервера Просто вот здесь вот Собаки Которая начинается Верхняя запись А внизу мне нужно сказать Что у сервера У BSRV Есть соответствие IP адреса Имени IP адреса 122 168 0 1 Сохраняю изменения Беру и перезапускаю бинт Проверяю бинт И видите, теперь бинт у нас загрузился прекрасно Он пишет all zones loaded, status running То есть все по идее прекрасно Значит мы можем это все проверить Проверим сначала зону прямого просмотра Хост и имя узла Я с вами создавал узел тест, пробуем Пишет то, что тест lab local Имеет адрес 0111 Попробуем в обратном порядке 192, 168, 0111 Теперь мы зону обратного просмотра проверяем И видим то, что да, 111, 011, 011, 011, 011, 012 Имеет пойнтер указатель на тест lab local То есть у нас обе зоны и прямого просмотра И обратного просмотра работают Давайте сразу проверим, что у нас переадресация На сервера провайдера DNS Не отвалилась Проверим допустим Яндекс уже Прекрасно, Яндекс тоже у нас расшифровался Все IPшники видны, даже IP протокол версии 6 Значит у нас DNS сервер работает Не хотел делать долгий урок Все равно получился долгий, даже несмотря на то, что я старался Теоретически ничего не рассказывать, но суть Мы с вами создали два файлика из примеров Зону прямого просмотра, зону обратного просмотра Немножечко их отредактировали Указали, кто является хозяином зоны И создали по тестовому узлу Затем в конфигурации DNS сервера Bint Указали путь к этим зонам Перезапустили Bint И убедились при помощи команды host Что у нас DNS сервер отвечает на запросы Как IP адрес по имени, так и имя по IP адресу В следующий раз будем прикручивать К этому всему делу DHCP Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...